Аудиокнига издательства «Синбад» Кэмерон Диас и Сандра Барк. Книга о теле. Наука силы, закон голода, формула долголетия или как научиться понимать и любить своё восхитительное тело. Посвящается вашему телу. Читает Мария Цветкова-Овсянникова. Вступление. Знания, сила. Привет, леди. Спасибо, что выбрали эту книгу. Вначале хотела бы пояснить, почему написала её, что она значит для меня и чем, надеюсь, станет для вас. У каждого человека бывают в жизни минуты, когда он испытывает огромную радость и чувство удовлетворения, и всё, чего ему хочется, — это поделиться своим восторгом с другими. Скажем, вы едите что-то невероятно вкусное, и вам трудно удержаться, чтобы не предложить тому, кто находится рядом с вами. Обязательно попробуй. Или вам понравилась песня, и вы скачиваете её для подруги, потому что вам не терпится, чтобы она тоже её послушала. А вспомните, как вас переполняют чувства, когда вы узнаёте новость, от которой голова идёт кругом, и вы торопитесь пересказать услышанное знакомым и друзьям. Так и у меня с этой книгой. Она рассказывает обо всём, чем я пользуюсь в своей жизни, что делает меня весёлой и счастливой. И я просто не могу не поделиться этой информацией с вами. Познать своё тело. Что может быть важнее? Я расскажу вам о питании, о том, как выбирать продукты и готовить вкусную и полезную еду. Вы узнаете много нового про фитнес и про то, как движения, физическая активность влияют на ваше тело. Не забудем и о душе. Поговорим о воспитании самосознания и внутренней дисциплине. Потому что питание, фитнес, самосознание и дисциплина не просто слова. Это действенные инструменты, это сила. Они помогут вам стать выносливее, умнее, увереннее и при этом остаться собой. Я не случайно вынесла в подзаголовок этой книги слова «Как научиться понимать и любить своё восхитительное тело». Ваше тело способно восхищать. В этом я уверена. В какой бы форме вы сейчас ни находились, ваше тело способно на многое и делает многое. От обеспечения мозга кислородом путём вдыхания до преобразования съеденного на завтрак в энергию, позволяющую резко ускориться и успеть на утренний автобус, отходящий через три минуты. Стоит ли говорить, насколько важно научиться ухаживать за этим чудесным, сложным механизмом, заботиться о нём? Ваше тело, оно ведь единственное, другого у вас не будет. Тело, которое вы обрели в момент рождения, останется с вами и в 75. Да, оно изменилось и будет меняться дальше, но оно всё равно ваше. Неважно, любите вы его или ненавидите, неважно, какое оно, усталое, изношенное или бодрое и полное сил, тело — главная ценность, которая у вас есть. Тело — ваше прошлое, настоящее и будущее. Оно несёт в себе память о ваших предках, потому что содержит гены ваших родителей и прародителей. Ваше тело — кульминация всего вашего физического существования, результат того, чем вы питались и того, как себя вели, много двигались или, напротив, ленились лишний раз пройтись. По внешнему виду вашего тела можно судить о том, хорошо ли вы знаете, как оно устроено и в какой заботе нуждается. От того, насколько грамотно вы ухаживаете за собой, зависит качество вашей жизни. Словом, если вы страдаете из-за недостаточной длины ног, слишком большого объёма бёдер и размера бюста или оттопыренных ушей, эта книга для вас. Она поможет вам принять тело, данное природой, и полюбить его таким, какое оно есть, оценив его потрясающие физические возможности. Она подскажет, как сделать тело сильным и выносливым, чтобы вы покорили все вершины в карьере, в любви, в творчестве и в приключениях. Тело в буквальном смысле доставит вас в любой пункт назначения. Если вы действительно хотите достичь заветной цели, вам следует построить самое сильное, самое способное, самое могущественное тело. Но нельзя добиться результата, не зная, как к нему идти. К сожалению, мы, женщины, живём в постоянном стрессе, стремясь быть красивее и стройнее, выглядеть моложе или сексуальнее, стать ещё более яркой блондинкой или брюнеткой. Мы постоянно вынуждены сравнивать себя с другими, тогда как нужно сосредоточить усилия на собственных силах, своих способностях и своей красоте. Поэтому я и написала книгу о теле, чтобы мы вместе разобрались, что скрывается за научными понятиями, чтобы вы смогли обрести уверенность в себе и своём теле. Уверенность, которую дают только достоверные знания, а не слухи и досужие домыслы. Я не учёный, я не врач. Я женщина, которая вот уже 15 лет изучает возможности своего тела. И для меня этот опыт самый увлекательный и полезный. Всё, что у меня есть, всё, чего я добилась, так или иначе связано с моими знаниями о теле. Я хочу, чтобы и вы добились многого. Чтобы вы познали себя, осознали свою силу, обрели уверенность в себе. Я хочу, чтобы вы поняли, каково это — ощущать своё тело, чувствовать каждую его клетку. Чтобы вам стало доступным это удовольствие заботиться о своём здоровье, вкусно питаться и много двигаться. Тогда окажется, что ваша энергия безгранична, что вам по плечу любое дело. Вы сами удивитесь тому, какие силы у вас дремали, пока вы горевали о своих мнимых изъянах и недостатках. Я много разговаривала со специалистами — врачами, диетологами, инструкторами по фитнесу, физиологами, психологами, с людьми, посвятившими жизнь и карьеру изучению человеческого тела и его возможностей. Их знаниями я рада поделиться с вами, а мой собственный опыт послужит иллюстрацией применения этих знаний на практике. Когда вы прочитаете эту книгу, когда все изложенные в ней сведения войдут в вашу плоть и кровь, в привычку, вам больше не придётся заглядывать в учебник. Полезная информация станет частью вас, станет вами. И тогда ваша энергия преобразуется в положительную, направленную на созидание и творчество, а не на переживания по поводу внешности или лишних килограммов. Только подумайте, сколько всего интересного вы сможете сделать и создать, если почувствуете себя свободной, сильной, уверенной в себе. Конечно, мгновенного преображения после прочтения книги ждать не стоит. Не существует чудодейственных средств или волшебных таблеток, которые за ночь сделают вас здоровой и счастливой. Чтобы действительно измениться, необходимо не просто знать, как работает ваше тело и что ему требуется, но и применять эти знания постоянно изо дня в день. Это не единственная попытка, а подвиг длиной в жизнь. Вот почему так важна информация. Только глубоко изучив предмет, вы сможете увидеть все скрытые в вас возможности и правильно применить полученные знания. Теперь о том, чего не стоит ждать от книги. Это не диета, не комплексы упражнений и не пособие на тему, как стать другим человеком. Книга о теле рассказывает о том, как стать собой. Познавая свое тело, вы начнете постепенно преображаться изнутри и снаружи. Вы будете здоровее, а значит счастливее, и почувствуете, как это приятно, быть сильной и выносливой. Вы убедитесь в том, что внутренняя гармония повышает качество жизни. Вы станете самой красивой, здоровой и уверенной женщиной, какой можете быть именно вы. Вы этого заслуживаете, потому что вы красивее, чем вам казалось. Прочитав книгу, вы будете знать, как живет и работает ваше тело, как взаимодействуют тело и разум. Мне бы очень хотелось помочь вам познать ваше восхитительное тело и сделать его таким, каким оно задумано природой. Пусть эта книга станет по-настоящему вашей. Возьмите карандаш и смело делайте пометки на полях. Загибайте уголки страниц, задавайте вопросы, ищите ответы и будьте готовы встретить свое настоящее, сильное, здоровое, уверенное «Я». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!